Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Братья и сестры! Всех приветствую! Благоставляю именем Господнем! Продолжается по православному нашему мандалю посчислению Пасха Господня. И хотя библейская Пасха уже давно завершилась, но в традиции, в очень древней традиции православной, полутора тысячелетней традиции, на протяжении целых сорока дней мы поем «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробах жизнь даровав». Вознаменование того, что Господь Иисус, когда воскрес из мертвых, Он на протяжении сорока дней являлся Своим учеником. И сегодня 30 апреля, и в календаре церкви нашей с 29 апреля и до 9 мая на протяжении вот этих всех дней воспоминается событие, которое является очень важным в истории православия, в истории российского православия и вообще православия как такового. Потому что это воспоминание собора в Москве, который был здесь, в Москве, в храме Христа Спасителя. Я сейчас здесь в селе Рождествено, значит, очень красивое место, живописное место. Здесь на взгорочке, видите, храм красивый такой, небольшой такой и пруд, место отдыха, значит, прогулок. Но 95 лет назад, конечно, здесь еще не было Москвы, но Москва теперь она огромна, как целое государство. Значит, но в Москве в самой 95 лет назад в храме Христа Спасителя проходил собор, собор, который назвали впоследствии обновленческим или реформаторским. Этот собор, который действительно повлиял на историю церкви православной и вообще православной и в России, и вообще как таковой православной церкви, потому что этот собор заявил о необходимости реформ. Большинство участников этого собора, они согласились с тем, что так или иначе, но необходимы реформы. И вероучительные, и обрядовые, богослужебные, всевозможные реформы. Именно потому этот собор, можно сказать, начало реформации в православной церкви, ну, как бы юридически, будем так говорить. Хотя реформаторы были и до того, конечно же, в истории православия, можно вспомнить очень многих героев веры, можно вспомнить и тех же самых братьев святых, вот Кирилл и Мефодия, можно вспомнить обновленчество ихне, будем так говорить, когда наперекор системе религиозной шли братья, для того, чтобы слово Божье было доступно для славянского населения, разных славянских народов. Можно вспомнить Нила Сорского, да, и его такие обновленческие идеи, именно гуманизма христианского. Противостоял он такому инквизиторскому богословию и практике тогдашнего официозного такого православия, будучи таким лидером неформального такого православия, народного, живого. Можно вспомнить других выдающихся деятелей православных прошлого, того же самого Филарета, святителя Филарета Московского в XIX веке, благодаря работе которого Библия была переведена на русский язык уже со славянского и греческого текстов. Так называемый синодальный перевод православной церкви, который, ну можно сказать, стал важнейшей вехой в деле реформации, важнейшей, самой важной вехой в деле реформации христианства здесь как таково вообще. Вот, и, собственно, кстати, Филарет, вот упомянутый, метрополит Московский, он как раз еще в XIX веке, общаясь с студентами, семинаристами, преподавателями, общаясь с православными христианами и христианами других конфессий, хотя это было не так популярно тогда в царской России, но Филарет высказывал такие интересные очень даже мысли, что в православной традиции, он говорил, сохраняются как истинные предания, так и ложные предания. И вот спрашивали, владыка, ну как же нам отличить истинные предания от ложного, если в православии есть, согласно его слов, и то, и другое. И святитель говорил, Филарет, что есть вернейшее пророческое слово Библии святая, и то предание, которое противоречит духу и букве Писания, является ложным, а то, что не является, да, и от него нужно избавляться будет рано или поздно, а то, которое не противоречит духу и букве Писания, является истинным, и его необходимо и сохранять, и приумножать, и передать дальше. Но в 19 веке вот сама идея реформации, ну она не то, что не была, она была и не популярна, да, но и просто практически была невозможна, потому что церковь православная была под колпаком государства, и сама система, цезарепопийская система, даже законодательно тогда в своде законов Российской империи было написано в 14 томе, что главой церкви является его императорское величество. И поэтому, как бы, о реформации невозможно было серьезно говорить, но идеи уже были. И хотя Филарет святитель не смог, конечно же, не мог чисто физически воплотить эти идеи, но он их высказывал, и среди его учеников уже были люди, которые в самом конце 19 века и уже начало 20 столетия стали свидетелями, а порой даже и участниками зарождения, зачинания и зарождения обновленческого движения в тогдашней Российской империи. И это происходило в основном на берегах Ижоры и Невы. В Колпино, под Петроградом тогда, значит, сейчас Колпино это часть Петербурга, тогда это было далеко за городом, ижорские заводы, и сам город Колпино. Вот там, значит, и в самом Петербурге, особенно во время событий пятого года. Да, но начиналось движение, наше православное обновленческое такое движение в Петербурге, на берегах Невы, но родилось оно здесь, в Москве, в 1923 году уже, во время второго уже собора поместного Всероссийского в храме Христа Спасителя с 29 апреля до 9 мая, проходившего в 1923 году. И потому даже председатель этого собора, архиепископ Антонин Грановский, так вот, удивительно, совпадение удивительное, он заявил, что 9 мая 1923 года стало днем победы, реформации православной обновленчества. Удивительно. Но на самом деле, вот все эти дни с 29 апреля по 9 мая, ежегодно мы вспоминаем эти события. Важные эти заявления перечитываем, и, в общем-то, ну, я лично очень Богу благодарен за это все. Вот, но молюсь также о том, чтобы вот на протяжении этих предстоящих нам пяти лет такая совершилась такая христианская пятилетка, будем так говорить, христианская, православная пятилетка. Потому что к столетию обновленчества православного, я думаю, что должно произойти много событий, должно произойти и в православной церкви, должно произойти много очень событий положительных. Потому как, действительно, реформация, именно как покаяние, как именно возрождение церкви, как именно воскресение церкви должно совершиться. Слава Богу! Благословляю всех вас, дорогие друзья, вот, из села Рождествено, город Москва, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Вот, и, кстати, по скриптуму, к столетию собора, я в Петербурге, в Москве и в Киеве, вот, в трех вот этих важных городах исторических, планирую провести семинары, посвященные городской событию, и также конференции, и сам собор. Сам собор, я думаю, даже во всех этих трех городах как раз получится провести заседания, по крайней мере, подготовительные, предсоборные заседания, однозначно. Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воистину воскрес!